МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тем временем правительство Италии заявило, что может вернуть государству контроль над национальными автодорогами, если компании-операторы не будут выполнять свои обязательства по их содержанию. Ранее прокуратура страны причиной чудовищной трагедии назвала человеческую ошибку, хотя окончательных выводов специалистов пока нет. Мост, построенный в 60-х годах прошлого века, капитально отремонтировали всего два года назад. Однако, по словам местных жителей, после реконструкции он не производил впечатления надежного. На момент аварии там в очередной раз укрепляли опоры. Он был в очень плохом состоянии. Это не только моё мнение. Только представьте, на нём всегда была вереница грузовиков. Это явно перегрузка. Его строили с использованием технологий того времени, не рассчитанных на такие потоки транспорта. Каждый раз, когда мы платим за автомагистрали, мы считаем, что средства будут использоваться для текущего и капитального ремонта дорог и мостов. Но операторы автотрасс тратят деньги совсем не на это. Поэтому и происходят такие катастрофы. Также в Риме намекают, что к трагедии косвенно привели правила распределения средств в Евросоюзе, вводящие определённые ограничения. На это в Брюссель возражают, что в текущем году из союзного бюджета на итальянские автомобильные и железные дороги было выделено 2,5 миллиарда евро. Кроме того, 12 миллиардов предоставлены в рамках инвестиционных проектов ЕС и утверждены проекты на 85 миллиардов евро из национального бюджета. Это один из самых высоких показателей в Европе. Тем временем во Франции открыли уголовное дело по факту гибели трёх граждан. Этой страны его расследуют как массовое убийство по неосторожности. В Италии самолёт зацепил провода ЛЭП. Погибли два человека, пилот и пассажир легкомоторного судна. Трагическое столкновение с кабелем линии высоковольтного напряжения произошло на взлёте, после чего машина рухнула на землю и загорелась. Прибывшие на место пожарные погасили огонь. Среди обломков они обнаружили тела мужчины и женщины. Обстоятельства происшествия выясняются. Третий пол намерены официально разрешить в Германии. Одобрила законопроект по этому вопросу правительство ФРГ. Документ разработали в соответствии с решением Конституционного суда, принятым в прошлом году. Согласно вердикту, в записях актов гражданского состояния появится третья графа половой принадлежности. Кроме мужской – женский, пол можно будет определить как различный. Кроме того, в проекте предусмотрена возможность смены указанного ранее пола или имени. Теперь документ должен утвердить Бундестаг. По данным немецкого совета по этике, в Германии проживает около 80 тысяч интерсексуалов, людей без чётко определенных половых признаков. Ранее графу с обозначением пола разрешали оставлять пустой. Впрочем, и новыми правилами это предусмотрено. Суд в Германии постановил вернуть обратно в страну бывшего охранника Усама бен Ладена. Его депортация была неправомерной, постановила инстанция в Мюнстере. В верховенстве права решение независимых судов приемлемо, даже если они не считаются правильными по сути. Главное, в чём мы должны удостовериться, в Тунисе его не будут пытать. Это решение является окончательным. Мигрант, которого подозревают в связях с лидером террористической группировки, ранее был выслан в Тунис. Власти города Бохума, которые приняли такое решение, сказали, что депортированный должен вернуться в ФРГ по собственной инициативе. Предполагаемый бывший телохранитель бен Ладена жил в этом городе с 2015 года. Пострадавшие во время теракта в Стокгольме украинку выдворяют из Швеции. 7 апреля прошлого года женщина пришла в торговый центр за покупками и попала под колеса грузовика, въехавшего в пешеходов. Она провела в больнице три недели. За это время ей сделали несколько операций, однако не смогли спасти ногу. После трагедии украинка больше года жила в Стокгольме вместе с дочерью. У нее был временный вид на жительство, поскольку она проходила по делу о теракте свидетеля. Недавно миграционная служба Швеции отказала ей в постоянном виде на жительство, аргументировав свое решение тем, что женщина не в состоянии позаботиться о себе, поэтому должна ехать домой за медицинской помощью и поддержкой друзей и родственников. Сейчас у гражданки Украины есть две недели, чтобы добровольно покинуть страну. Напомню, 7 апреля 2017 года в центре Стокгольма грузовик сбил несколько людей на пешеходной улице, а затем врезался в универмаг. Погибли четыре человека, в том числе 11-летняя девочка. Еще 15 человек пострадали. В Эливии 45 полицейских приговорили к смертной казни. Их признали виновными в расстреле демонстрантов в Триполи в 2011 году. В то время жители страны протестовали против тогдашнего лидера Муаммара Каддафи. Такой приговор суд вынес далеко не всем участникам. Например, 22 человека были оправданы, а еще 54 приговорены к пяти годам тюрьмы. Массовые беспорядки, вспыхнувшие в Ливии 7 лет назад, привели к гражданской войне и свержению режима Каддафи. Кстати, на ближайших выборах на должность главы государства будет баллотироваться его сын. Команда американского президента подала в суд на экс-помощницу Дональда Трампа. В Белом доме считают, что опубликовавшая скандальные мемуары о Мороза Манигольд-Ньюман нарушила договор о неразглашении, который подписал во время предвыборной кампании будущего лидера США. В своей книге, описывающей немало пикантных подробностей жизни Трампа и его семьи, женщина обвиняет президента в расизме и оскорбительном отношении к афроамериканцам. Также она заявляет, что имеет соответствующие аудиозаписи. В Белом доме все заявления о Морозе Манигольд назвали ложью. Однако на прямый вопрос журналистов, может ли пресс-секретарь главы государства гарантировать, что на записях экс-сотрудницы нет российских высказываний Дональда Трампа, Сара Сандерс ответила отрицательно. Под открытым небом тысячи машин Volkswagen ожидают разрешения на поставку дилерам. Прежде чем попасть в автосалоны, они должны пройти экологические тесты. Их начало намечено на 1 сентября. Проверки установят, соответствуют ли выбрасываемые в атмосферу газы новым стандартам частоты. Таковы последствия дизельного скандала, вспыхнувшего три года назад в США. Власти Калифорнии и других штатов уличили американское отделение Volkswagen фальсификации данных о содержании вредных веществ в выхлопе дизельных двигателей. Концерн был вынужден выплатить миллиардные штрафы. Немало руководителей промышленного гиганта оказались последствия. Отголоски скандала докатились до Европы и до самой Германии. Теперь Volkswagen арендует только в недостроенном новом аэропорту Берлина 8 тысяч парковочных мест на открытых площадках и в многоэтажных гаражах. Во избежание возможных повреждений все автомобили покрыты защитной пленкой. Российские космонавты установили на МКС оборудование для совместного проекта с ФРГ. Российско-германский эксперимент ИКАРУС позволит из космоса наблюдать за миграцией на земле животных и птиц. Кроме того, в дальнейшем ИКАРУС можно будет использовать как систему раннего предупреждения при природных катастрофах, таких как землетрясения и извержения вулканов. Выход россиян в открытый космос продолжался почти 8 часов. За это время они также запустили два наноспутника и провели панорамные телевизионные съемки. Мадонне 60. Из них 35 лет она провела на передовой мировой поп-культуре. С момента выпуска дебютного альбома в 1983 году певица провела 10 мировых турне. Продано более 300 миллионов ее записей. Благодаря этому Мадонна оказалась в книге рекордов Гиннесса как самая коммерчески успешная певица в истории звукозаписывающей индустрии. В студийных альбомах Дивы встречаются треки в 24 разных тональностях. Также на ее счету более 20 ролей в кино. Журнал Forbes оценивает общий размер капиталов поп-королевы почти в 600 миллионов долларов США. Свой юбилей Мадонна решила отпраздновать в Маракеше в кругу родных людей. 74 дня в море. Таков новый мировой рекорд, установленный британским спортсменом Россом Эджли. 1 июня он начал заплыв, цель которого – обогнуть всю Великобританию. Эджли находится в море не более шести часов подряд, после чего шесть часов отдыхает в лодке. По словам 32-летнего спортсмена, самое страшное в его путешествии – это медузы и заплывы по ночам. Ночные заплывы – это ужасно. Даже не буду представлять это в розовом свете. Тот период, когда ты надеваешь холодный и липкий гидрокостюм, подходишь к краю лодки, пробуешь ногой воду – это самые долгие три метра в моей жизни. Эджли уже вручили официальную табличку с рекордом. Правда, заплыв вокруг Великобритании для него пока не окончен. Спортсмену предстоит преодолеть ещё примерно половину дистанции. Предыдущий рекорд установил в 1998 году француз Бенуа Лекомт. Тогда он за 73 дня пересёк Атлантический океан, находясь в открытой воде по 8 часов в день. Будни смотрителей зоопарка – их собственными глазами. Такое видео решили снять в Кёльне при помощи камеры GoPro. Зрителям предлагают заглянуть в святая святых зверинца и увидеть его обитателя из весьма непривычного ракурса. На этих кадрах, в частности, запечатлели моменты кормления различных животных – жирафов, слонов, енотов, пингвинов и многих других. Крокодилы и бегемоты послушно развивают пасть по сигналу смотрителя. Зебры грызут морковку, бобыны, яблоки, орлы берут мышей прямо из рук. Зоопарк Кёльна – один из старейших и крупнейших в Германии. Здесь, на территории площадью более 20 гектаров, проживает порядка 500 видов различных животных, птиц, рептилий и амфибий.